Мы обратились к Генеральному прокуратуру. Прокуратуру написали сразу же заявление с просьбой провести прокурорскую проверку на соответствие законодательству Республики Беларусь процедуры проведения общественного обсуждения и законности дальнейших действий Мингородсполкома по реализации плана реконструкции квартала. Прокуратура отказала нам в этом и переслала наше письмо Мингородсполком. И мы по сей день не знаем, где были объявления и когда. Также в данном проекте нарушаются требования кодекса строительного, который называется «Градостроительство, населенные пункты, нормы планировки и застройки». А именно, одно крыло вот этого дома, номер один, будет полностью расположено на придомовой территории дома номер 18. И займет до 90% площади придомовой вот этого дома. Следующий дом номер 2 они будут строить на придомовых территориях дома номер 20, 22 и 4. И эти дома тоже лишаются 90% своих придомовых территорий. Что они еще делают? Единственную детскую площадку, которая будет существовать после реконструкции в нашем районе, они переносят к нашему шестому дому. То есть дом номер 18, 20, 22, 4, 6. Все дети будут играть у вас подобными. Вы представляете, какой уровень шума у вас будет? Нарушен также закон о растительном мире. Потом будем обсуждать, товарищи. Потише, тяжело говорить. Закон о растительном мире. Посмотрите, и вы прямо увидите его нарушение. Да. Дом номер 18 уже лишился всего озеленения. Вырублено 128 деревьев и 23 кустарника. Дом номер 20, 22 и 4 скоро ждет точно такая же судьба. У них тоже вырубят все деревья. При этом почти все ветхие здания не сносятся. Хотя это предусмотрено генеральным планом. И правда, зачем сносить эти ветхие дома и выплачивать компенсацию владельцам всех этих приватизированных домов? Лучше отобрать у нас придомовые территории и бесплатно построить на них новые дома. Дешево получается и сердито. А кому это надо? Куда строят эти дома? Мингородсполком позволил себе незаконно отнять у коренных жителей этого района гарантированные нам земли. Они отняли у нас наши земли и продали их пром, как там называется, трест промстрою. И они строят на этом месте частное элитное жилье и будут продавать его по коммерческим ценам. Это не жилье для чередников. Многодетное. Это частное элитное жилье. А значит, богатые новоселы получат поднятую у нас землю и сделают ее своей частной собственностью. У них будут зеленые зоны, детские игровые площадки, хозяйственные зоны, зоны для отдыха взрослых. То есть все то, что они отнимут у нас. А с чем же остаемся мы? Два метра газона около домов. Проезжая часть и еще две метра до следующего дома. И все. И больше у нас ничего не будет. Похоже, что в нашей стране формируется два сорта людей. Одни отнимают, а другие безропотно отдают свою собственность. У меня сложилось такое впечатление, и я думаю, что у вас, что для нас решили построить новое гетто. И нам в нем жить. А ведь еще живы те люди, вот именно в нашем районе, которые после войны по кирпичику разбирали руины города Минска после войны. Вот первая стоит. А когда заселились в этот дом, покупали деревню. И сами садили. И сами садили. Спасибо. С 20-го года уже было мы садили. Они еще живы. Вы сами видите. Благодарность. Извинение есть написано. Принесите как-то нам ее. Но они почти все инвалиды. И очень пожилые люди. А теперь издеваются. И именно этим людям в одном из писем, которые нам прислало Министерство природы, которое должно защищать и охранять окружающую среду, они нам написали, что у вас есть рядом парк Челюскинцев. И предложили вот вам, старикам, вот инвалидам, сколько у нас лежащих. Сколько. Вот снимите, пожалуйста, женщину. Сходить в парк Челюскинцев и подышать свежим воздухом. Фамилия этой чиновницы Кулик ВВ. Я хочу, чтобы вы ее знали. Уважаемые жители. Подождите. Что такое вообще реконструкция? Я вам сейчас прочитаю выдержку из закона. Это преобразование территории, направленное на повышение качества среды на всей территории. И для всех жителей этой территории. Как же улучшается наша жизнь в связи с этой реконструкцией? Каким будет качество жизни жителей номер 6 дома, у которых площадка будет для всех детей? Шумная. А как улучшится качество жизни дома номер 18, у которой с той стороны нет ни одного дерева, с этой стороны нет ни одного дерева. И он расположен на перекрестке двух таких улиц. Вы знаете, какой способ предложили ликвидации этой проблемы чиновники Мингородсполкома? Они написали в своем ответе, что вы должны установить окна с повышенной шумоизоляцией. За свой счет. Почему? Потому что капитальный ремонт теперь только за ваш счет. Пусть там вернут деньги. Нет, только за ваш счет. Вы согласны с этим? Нет. День, 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 день. Возле дома, где будут дети погибать. Таким образом, они не только отнимают у нас придавовые территории, они еще и возлагают дополнительные денежные расходы именно на нас, чтобы мы как-то привели свою жизнь более-менее в какой-то, ну, хоть какому-то результату положительному. Надо задать вопрос, где дети делись за 60-летний, кто на капремонт. Давайте сначала решим вопросы реконструкции. Не надо нам реконструкции. Очень хорошо. Мы этого и добиваемся. Нам на капремонт. Хорошо. Я это, в конце мы это обязательно запишем. Останется ни одной, ни одного места для отдыха взрослых. Проект, вы только вдумайтесь, проект не предусматривает ни одного парковочного места дополнительного для жителей, для коренных жителей. Ни одного. Парковочные места надо сделать в наших подъездах. Да, по дорогу. Уважаемые жильцы, а въезды в свои подземные гаражи, они расположили прямо напротив наших подъездах и окон. Подземный гараж, да. В их подземные гаражи. И они будут нам этими газами фыркать. А у нас не деревьев, и расстояние минимальное. Так дети погибнут? Они же на территории стоят гараж. Кроме того, конечно, поскольку нет прогулочных площадок для детей, то дети могут оказаться под колесами. Они не подумали, что все существующие поликлиники в нашем районе уже сейчас трещат во всем швам от избытков и избытков пациентов. Что в нашем микрорайоне нет ни одного детского сада. Это нельзя назвать реконструкцией. Это можно назвать только захватом принадлежащих нам придомовых территорий и продажей их очень-очень богатым людям. Уважаемый Александр Григорьевич, мы уже обратились во все инстанции. Мы отправили четыре письма лично вам, приемную президента, с приложениями, копий всех наших обращений и всех ответов чиновников к нам. И не получили ни одного содержательного ответа и никаких гарантий, что наши придомовые территории будут сохранены за нами. И в связи с вышеизложенным мы вас просим. Мы вас просим. Первое. Принять срочные меры к недопущению строительства новых домов на придомовых территориях. Дома номер 18, 20, 22 и 4 по улице Калинина, 29 и 31 по Кузьмы Черного, 17 и 19 по Толбухино. Я прошу внимания, послушайте, пожалуйста, мое предложение. Для этого необходимо, чтобы соответствующие службы четко определили границы наших придомовых территорий из расчета 13 метров квадратных на одного человека и закрепили их за нами. Вы согласны? Мы просим вас выйти с законодательной инициативой о предоставлении коллективное пожизненное наследуемое владение для обслуживания жилых многоквартирных домов и их придомовых территорий из расчета 13 метров квадратных на одного человека. Вы согласны? Да! Третье. Мы просим вас принудить Мингорысполком организовать и провести настоящее общественное обсуждение проекта реконструкции квартала. Так как эта реконструкция нам действительно необходима. И мы готовы к конструктивному диалогу. То есть пусть сносят вот эти дома и что-то на этом месте строят. Но не на наших придомовых территориях. Вы согласны? Да! Четвертое. Мы просим вас принять меры к руководству государственных учреждений, которые проявили к нам полное равнодушие и невнимание и допустили нарушение законов, в результате которых появился проект архитектурной, экологического и социального вандализма. Вы согласны? Да! С уважением, жители квартала данного района. Ну вот это мое обращение. Теперь, товарищи.